Здравствуйте, это UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров и сегодняшний ролик будет про программу CodeKit версии 3. Это сборщик сайтов для macOS с графическим интерфейсом, который поможет вам делать все быстро и удобно. Компилировать препроцессоры, компилировать JavaScript и любые другие фронтендовые штуки типа HTML шаблонизатора. Теперь давайте посмотрим подробнее. Сегодняшний обзор будет на программу CodeKit 3.0 версии. Уже на самом деле 3.0.3, мы сейчас с вами посмотрим. Это большой такой taskrunner для macOS, или как она раньше называлась, для OS X. И кроме taskrunning, на самом деле в нем очень много задач, мы на них все посмотрим вплотную. То есть на самом деле это один из таких прям самых полезных, я бы сказал, на моем компьютере инструментов для разработки. Вот так выглядит его окно на данный момент. И давайте посмотрим версия 3.0.3. создана Брайаном Джонсом и Гайем Мэйером в Калифорнии в 2017 году. А если вы не знали, то в Калифорнии уже 2017, потому что... Потому что Трамп победил, и, видимо, они совсем недовольны этим. Здесь традиционные слова спасибо. Компоненты. Все как в прошлый раз. Вы можете посмотреть на нашем канале ролик CodeKit версии 2. Это было больше двух лет назад, в марте 2014-го. Я его снимал, и там один из первых наших роликов, точнее сказать, второй. Один из первых. Так вот, все практически без изменений осталось. Поддерживается большое количество языков и других библиотек. Ближайшей альтернативой для CodeKit будет, наверное, Галп или Грант. Грант, наверное, уже многие и не знают, из смотрящих здесь. А был такой Таскранер, опять же, вот пару лет назад. CodeKit занимается компилированием CSS-припроцессоров, SAS, LES, Lipsus, Stylus, GS-припроцессоров, CoffeeScript, TypeScript и HTML-шаблонизаторов. Pug, Pug, Slim, Multimarkdown и Kit. Kit – это, собственно, разработка Брайана Джонса именно для CodeKit. Как, собственно, можно догадаться и по названиям. Кроме этого, есть большое количество инструментов. Например, Babel, Aglify.js, Bless, Blessed для CSS, Autoprefixer, Bauer, SVG-O. Новинка, между прочим, для версии 3.0. Мы еще... Для тех, кто не знает, что это, наберитесь терпения. Я практически обо всем расскажу поподробнее. Есть, наконец-то, ESLint поддержка. В предыдущей версии были только GSHint, GSLint, которые уже, ну, как бы отходят, так скажем, на задний план по сравнению с ESLint. Кстати, это все активные ссылки. Можно по ним переходить и смотреть, что такое ESLint. В данном случае это супер проверялка, супер линтер для JavaScript, который поддерживает все уже новые стандарты, в том числе ES 2015, 2016 и так далее. Это очень крутая штуковина. И когда я в чатике спрашивал, может быть, месяца два назад по поводу того, кто каким пользуется линтером, почти все пользуются уже ESLint. И я в тот момент грустил, потому что у меня в CodeKit 2.0 на тот момент еще его не было. Теперь есть. Что касается фреймворков, появился Bitters. Это от создателей Burbon'а дополнительная библиотека микромодулей, что ли. NIT – это сетка, такая же, как Suzy, только для Burbon'а. Все еще есть компас, на самом деле, хотя он уже довольно-таки долго не разрабатывается, но как Legacy все еще осталось здесь в CodeKit. У меня зарегистрированная версия, все, все честно. Я его купил, как только он вышел. И давайте посмотрим дальше. Внутри файла у нас теперь есть опция редактировать стандартные настройки для всех проектов, для новых. Наверное, с нее вам стоит начать, потому что вы, скорее всего, у вас нету еще никаких проектов здесь. Хотя импорт из CodeKit 2.0 полностью поддерживается. Вы можете проекты, которые уже были добавлены в CodeKit 2.0, перенести сюда. Все настройки сохранятся. И конфиговский файл, который создавал CodeKit, он переделается из формата 2 в формат 3. И старый второй уже можно будет просто удалить. Общие настройки. Здесь иконка, название, какие папки пропускать. Браузер Refreshing – это автоматическое обновление браузера. Мы об этом еще поговорим. Здесь бесконечное количество языков и настроек, которые вы можете поменять. Типа там, в какие пути, куда, что выходить. Если говорить про SAS, то выходной стиль. Nested, Expanded, Compact, Compressed. Мы, опять же, посмотрим это все на конкретных примерах. В общем, можно редактировать все настройки для новых стандартных проектов. Здесь, собственно, сверху есть небольшое уведомление о том, что мы редактируем всего лишь стандартные настройки для новых проектов. Так вот, можно, на самом деле, безотлагательно посмотреть, вообще пощупать, что происходит в CodeKitty. Мы можем drag-and-dropом переносить проекты. Вот у меня здесь на рабочем столе синтетика. Это проект, который недавно выкладывали. Ну, может быть, уже давно, когда в апреле 29-го числа. Проект недавно. Для меня это недавно. Не все так быстро происходит в моей жизни. На CodeRops выкладывали отличный шаблон. HTML-ный, который уже за нас сверстан. И, как вы видите, я просто, ну, как бы я посчитал нужным показать это для того, чтобы не говорить, что это я сделал, там, туда-сюда и все, все как положено. Синтетика. Здесь есть исходные файлы, SCSS, поэтому я подумал потренироваться именно на нем, просто потому что мы можем что-то поменять руками, посмотреть, как будет себя вести проект. Здесь у нас есть картиночка Live Preview. Зелененьким горит, значит, все работает. По умолчанию бонжуровский адрес, но на винде и на андроиде он может не поддерживаться. Здесь вот написано for mac and ios. Хотя на винду устанавливается бонжуровская библиотека, или не знаю, как это назвать. Поддержка бонжур в тот момент, когда вы устанавливаете iCloud for Windows. Поэтому ставь палец вверх, если ты ставишь iCloud for Windows. Есть нон-бонжуровский адрес, это просто IP-шник. У меня в данный момент не в Wi-Fi, нахожусь, а по модему к телефону подключился. Поэтому здесь IP-шник, который мне выдал телефон. Но на самом деле здесь просто ваша локальная сеть, и все это будет по этой сети и доступно. Я уже рассказывал в обзоре ко второму кодкиту, здесь нет никаких изменений, потому что вы можете хоть на всех телефонах, планшетах открыть этот адрес, и все, что будет перезагружаться в одной вкладке, будет перезагружаться на всех этих устройствах, в том числе автозаполнение полей форм и так далее. Если мы здесь посмотрим в настройках по проекту, в браузере рефрешинги, то можно установить небольшие настройки, анимировать, не анимировать и так далее. То есть в принципе в графе браузерс в общих настройках кодкита можно убрать галочку синхронизировать события дом, потому что если у вас не очень производительная сеть, то все это будет тормозить. Ну видите, по умолчанию кодкит синхронизирует все клики, инпуты, фокусы и блюры. То есть на самом деле достаточно серьезно. Можно даже синхронизировать key down, key up, но здесь подписано, что они очень часто срабатывают, поэтому прям надо это. Только в те моменты, когда вам это конкретно нужно, включайте, а по умолчанию держите в выключенном. Non-bonjour адреса для любого устройства, чтобы айпишник по умолчанию прослушивался, можно здесь тоже указывать. Давайте посмотрим в превью, как у нас выглядит эта синтетика. Синтетика, да, синтетика. Откликается по адресу alex2.local, это название моего компьютера. Я даже уже не помню, почему 2, но видимо так. И теперь я сейчас открою отдельно в брекетсе наш новый проект, просто потому что посмотрим, как в прямом эфире это все будет меняться, синтетика. И давайте прям сразу в styles.scss. Я не знаю. Ничего умнее, чем поменять цвет, мне не приходит в голову. Так, файл to import not found or unreadable. Компас. Ага, этот проект синтетика не требует компаса. Неудачный я пример выбрал, но хотя бы прорекламировал, что на кодропсе бывает такое. У меня сейчас не составит труда добавить проект CodeKitTest, который я уже создал заранее для того, чтобы просто посмотреть вообще, что может CodeKit из коробки. А он достаточно много может. И сейчас я его сюда тоже перенесу. Index.html. Заголовок первого уровня. В прямом эфире здесь все это появляется после перезагрузки. И в данный момент, если я вставил CSS, напишу, что я хочу, чтобы h1 у меня был. Цвета морской волны. Deep Sky Bloom. Почти морская волна. То в прямом эфире это все анимируется. Я уже вам показывал, что можно анимацию убрать. Но на мой взгляд так оно плавнее, интереснее и задористее. Вот он, кстати, конфиговский файл. Здесь в виде JSON хранятся все настройки. Поэтому можете спокойно ими обмениваться с вашими друзьями и коллегами, которые тоже пользуются CodeKit. Если вдруг такие имеются. Но вот в прямом эфире это все перезагружается. Кроме этого, CodeKit поддерживает подгрузку из Bauer. То есть на данный момент у меня в проекте нету jQuery. Но я могу ее спокойно загрузить, найдя ее здесь в Favorites. Кстати, Favorites, они по умолчанию установлены Брайаном. Вот именно такие. Foundation, Backbone, Bootstrap, Animate, CSS, которые часто используются. Вы можете их добавить сами. Здесь вот у меня лог. В Bauer Components установлен jQuery. Отлично. Define is not defined. И такие каламбурные шутки нам CodeKit иногда предлагает. Так вот, кроме Favorites, вы можете, естественно, посмотреть All Components. Be careful. Он нам говорит о том, что сейчас CodeKit может подвеситься. Потому что уж очень много компонентов в Bauer находятся по умолчанию. Вы можете, опять же, с помощью поиска найти тот же Foundation. Вот он, кстати, и подвешивается. Но вот он. Angular Foundation, Bauer Foundation, 5, CSS. Бесконечное количество всяких модулей. Вот, например, FlatPicker. Я не знаю, есть ли он в Bauer. Оказывается, есть. FlatPicker календарь. Очень полезная библиотека для того, чтобы для инпутов навешивать выбор даты и выбор времени. Я не знаю, кстати, FlatPicker календарь это то самое или нет. Но, по-моему, да. Сейчас посмотрим в Brackets. У нас, как обычно, появляется папка Bauer Components. И в нем все это лежит. Да, 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 это стандартный FlatPicker. Кстати, здесь есть Readme и так далее. Обратите внимание на папку Build. Это новая фича CodeKit 3, в которой мы можем синхронизировать так называемый Build Process. Короче говоря, можно это отменить по умолчанию. Я уже рассказывал. Файл Edit Defaults for New Projects. Build Process. Сможете здесь это убрать. Но по умолчанию он будет для каждого проекта создавать папки Build и Source. И на самом деле вы можете даже их создать перед этим вручную, если у вас в команде уже есть, так скажем, устоявшийся набор практик, как это делать. И в папку Source вы скидываете. Я, собственно, сейчас даже и продемонстрирую. То есть я сделаю Source. Сейчас вот тут я это сделаю, чтобы вы тоже это видели. Выберу все остальное, ну, кроме CodeKit Config, например. И в Build он будет все это экранировать. То есть все, что есть в Source, он будет переносить в Build. Кстати, CodeKit Config он там тоже создал. Его надо было тоже перенести. Я сейчас просто заменю. Нет, смотрите, он его и там, и там делает. Но не важно. Здесь, как обычно, есть Log. JS Hint found one issue в Evalurl.js. Ну, короче говоря, большинство из таких компонентов можно... Где он здесь? Evalurl. Убирать. Так, 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 так. Bower.json. jQuery.js. Option. JS Hint просто отключать для него, короче говоря. И все, я тоже показывал в обзоре CodeKit 2.0. Тем не менее. И после этого все, что будет происходить в Source папке, для каждого файла вы сможете выбрать поведение. Например, индекс HTML. Просто копировать без процессинга. Потому что сырые HTML файлы мы ничем не процессим. Это же не Jade и не SCSS. Теперь можем посмотреть, как будет происходить, если... Если я сейчас перенесу это направо. Создам здесь... Так, в Source новый файл. Style.s.css. И для него выберу путь. Он сам даже его автоматически выбирает. Build в Style.css. Поэтому он компилирует. Можете выбрать компресснутую там и так далее. Все варианты здесь есть. По умолчанию, кстати, используется Lipsas компилятор, поэтому компас не будет поддерживаться. Собственно, скорее всего, это и была проблема с синтетикой. Но уже как бы... Уже теперь не догоним. Можете выбрать компресс. Скопировать то, что у нас тут было. В Style.s.css. Здесь в Style.s.css. Для того, чтобы показать, что компилятор работает, я сделаю переменную DeepSkyBlue и присвою ее значение Color. Все. После этого вы видите уже готовый скомпилированный файл H1 Color. И, соответственно, из Source можно этот CSS уже удалить, потому что он уже никак абсолютно не проходит никакую обработку, а тут компилируется в Build. В общем, еще раз говорю, фича Build Folders, она на самом деле серьезное обновление в версии 3.0. Кроме этого, есть так называемый Build Process. Вот здесь вот кнопочка. Можно выбирать, в каком порядке именно процессить файлы. То есть, допустим, мы добавляем... Есть два варианта. Run Script. То есть, мы можем баш скрипты в какой-то момент выполнять, которые мы сюда напишем, в том порядке, в котором нам это нужно. То есть, я здесь это уберу. Add Items. Я хочу, чтобы Style.s.css компилировался первым. Допустим, мы не указали с помощью там scss импортов неправильный порядок, который крашит нам все и говорит, что братан, в данный момент нет файла link scss, потому что он компилируется после. Вы можете здесь указать, в каком порядке что компилировать, для того, чтобы не возникало абсолютно никаких ошибок. Кроме того, CodeKit поддерживает перезагрузку именно с веб-сервером. Сейчас я переоткрою это в другой вкладке. И веб-сервер будет у нас действовать вот так. Я перенесу UwebDesign проект вот сюда. И в данный момент он... Я уже просто прописал в настройках. Я подготовился к этому видео. Я на самом деле к ним готовлюсь. Я выбрал, что у меня есть External Server. Это в данном случае MAMP, который у меня просто по 80-му порту на Localhost откликается. И директорию UwebDesign, чтобы... Ну, у меня просто все в одной директории лежит. Никаких там дополнительных путей нет. Я просто выбрал, что именно UwebDesign здесь есть. И вот он тут у меня, Alex2 Local, откликается именно этот проект. Это WordPress-овский сайт. Поэтому я вам его открою в PHP Storm'е, для того, чтобы видеть, как это все происходит. Здесь у меня тоже есть scss-файлы всевозможные. Они импортятся в нужном порядке. Я как раз импортирую в том порядке, чтобы не было никаких конфликтов. Но, допустим, если я перенесу сейчас... Утилитис, например. Это мой файл с переменными и всяким. То есть я туда импортирую цвета, variables и так далее. Все цвета у меня здесь хранятся в sas-массиве colors. В map, если угодно, если говорить рубевской терминологии. Так вот, я могу его сейчас перенести, например, в самый конец. И у меня, естественно, будет ошибка. Он говорит, что переменная kyle не определена. Сейчас я даже если ее добавлю в конец, его все равно это не устроит, потому что на данный момент она еще не знает компилятор, что это такое. Я выбираю процесс файл и указываю на то, что мне нужно сначала процессить файл utilities. Несмотря на то, что там я его добавляю в самом конце. После этого я делаю build project. Так, 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 так. Не build. Вот такое бывает. И никаких ошибок не возникает. Вы видели, что у меня перезагрузилась здесь все вкладка. Я, кстати, сейчас включу уведомления, чтобы вы видели. CodeKit их на самом деле использует. И здесь всплывает то, что сайт обновлен. Таким образом можно выстраивать вот эту вот цепочку абсолютно любым способом, который понятен в нашей команде. Хотя на самом деле значительно правильнее будет выставлять это все сразу в правильном порядке. Но как бы то ни было, есть способы, которыми можно выкрутиться из ситуации. Также в CodeKit есть поддержка Aglify.js. То есть мы можем файлы друг с другом скреплять и выдавать один большой финальный. Можно использовать графический интерфейс. Я сейчас CodeKit перенесу вправо, покажу, как это делается. uwebdesign.genesis.js. uwebdesign.js. Вы здесь видите, что внутри есть linked files color thief.js. Ну и вот так. Вы можете просто переносить это сюда. И они потом будут в финальном мини-файнутом файле. В данном случае uwebdesign.genesis.js. uwebdesign.min.js. Меня likely.js не интересует. Color thief есть. In file здесь пометочка. Это показывает о том, что я его добавляю с помощью директивы CodeKit Prepend, которую я убираю в комментарии для того, чтобы компилятор или линтер не ругался на самом деле. Потому что по умолчанию gshint понятия не имеет, что такое CodeKit Prepend. Кстати, можно выбрать есть линт. Неважно. Здесь есть щит, который, например, позволяет нам проигнорировать файлы, которые не наши. То есть color thief.js, это библиотека, я не помню имя автора. Но этот чувак сделал библиотеку как раз для того, чтобы у нас на сайте при загрузке страницы парсилась картинка. Из нее брался основной цвет и самый светлый цвет. И вот этот вот фон делался для заголовка. Так вот, я не ручаюсь за код, который там есть, поэтому, чтобы мне каждый раз ошибки не валились от линтера, что там что-нибудь не объявлено, я могу просто на щит нажать и этот файл, чтобы никак не фигурировал абсолютно. То есть вот это вот называется комбинирование скриптовых файлов с помощью директивы CodeKit Prepend. На самом деле есть кроме Prepend еще Append и порядок он важен. То есть если я здесь еще добавлю дальше, то, во-первых, он мне сейчас показывает о том, что color thief увидел как раз ошибки, точнее js hint увидел ошибки, меняя не как... Вот он, вы видите, append to this file. Делаем так. И он нам уже не показывает никаких ошибок. То есть это то, о чем я и говорил. Кроме этого, в CodeKit всегда была поддержка сжатия изображений. В прошлой версии были только JPEG изображения, в этой версии добавили PNG и GIF. В данном случае вы видите скриншот PNG, который для темы WordPress используется. По умолчанию он оптимизируется. То есть это сразу же включено, я могу сделать optimize. И поскольку я ее уже оптимизировал тысячу миллионов раз до этого, никаких изменений не произошло. Но по факту, если я сейчас перенесу в этот файл какую-нибудь гигантскую обойку, например, я вот здесь, wallpaper.src, вы видите, 940 килобайт. И я ее закину сейчас к нам в директорию uWebDesign. Вот он, wallpaper.src. Я жму optimize, и вы увидите полтора процента. То есть на Unsplash на самом деле уже неплохо сжимаются картинки, хотя там можно выбрать абсолютно сырое изображение, но тем не менее, вы видите полтора процента изменения. Кроме этого, я сейчас скачаю... Так, я зашел сейчас к нам на сайт, чтобы скопировать оттуда svg-файл, потому как здесь у меня что-то их никаких нет. В CodeKit 3.0 добавилась поддержка оптимизации svg-изображений. uWebDesign.svg в данный момент. Я, по-моему, там сделал небольшую описку, но не важно. Вот он, svg. Мы заходим в CodeKit. По умолчанию, по умолчанию, copy. У нас svg-оптимизация не включена. Если я здесь выберу optimize, у меня есть большое количество настроек svgo. Это open-source библиотека по оптимизации svg-файлов. Я могу выбрать здесь абсолютно все. То есть максимальное сжатие. Давайте посмотрим. По-моему, там уже и так довольно сжатый файл, но попробуем выжать из него максимум. Здесь, кстати, так, ну-ка, интересно, в логах написано, сжал он его или не сжал. Optimize successfully 0%. Причем даже 0,00 килобайта добавил. Но я его сжал перед этим. Так нечестно. Но вы поняли меня. svgo, он работает безотказно. И, наконец-то, его поддержка добавлена в CodeKit. Это была, кстати, одна из самых таких запрашиваемых фич. Поэтому, да. Давайте вернемся к CodeKit-тесту. А именно к CSS-ному файлу. Так, сейчас мне его надо в брекетсах открыть. И переместить влево. Так вот, есть поддержка автопрефиксера, как вы могли догадаться, в CodeKit. Она, собственно, была и до этого. Но, как бы, на самом деле, я не очень даже это поддерживаю. Тем не менее. Например, border-radius. Когда-то, давным-давно, это свойство требовало вендорных префиксов. Как вы видите, по умолчанию нет. Если мы зайдем в настройки, а я вас призываю, после того, как вы посмотрите это видео, вы можете зайти в настройки каждого абсолютно раздела. И тут бесконечное множество вариантов. Прям вот. Посмотрите, здесь все можно настроить под вашу конкретную команду. Так вот, здесь есть свойство автопрефиксера. И ссылка даже на документацию для того, чтобы мы сейчас взяли какой-нибудь суперстарый какой-нибудь вариант. Я не знаю, здесь будет ли это где-то сразу же на поверхности. Возможно, и нет. JavaScript warnings options. Вот. И E7, например. Вот это меня вполне устраивает. Так. Наверное, только вот это мне нужно здесь сделать. И пересохранить. Я даже для верности добавлю 4 пикселя. Compile with this unknown browser query больше 1%. На самом деле, должно быть все круто. Возможно, я лишние кавычки оставил. Давайте посмотрим. Да, я оставил лишние кавычки. И E7. И теперь 3 пикселя. Compile successfully. Да что ж такое? Больше 1% его... Подождите. Я не очень силен в автопрефиксере. Но я тут смог за кадром наконец-то выяснить. Если я поставлю, например, Firefox меньше либо равен 20, то в данном случае требуется префикс Moz для Border Radius. То есть вы поняли. Если вы специалист по пост-CSS или по автопрефиксеру в частности, то вы отлично знаете все эти флаги, все эти настройки. Вы можете это сюда вписать и будет отлично работать. Что касается языка Kit. Я как уже говорил, это HTML-ный препроцессор. Или может быть HTML-шивланизатор. Я не знаю, как вам больше нравится. Он встроен в CodeKit. И тот только здесь и работает. Напишите в комментариях, если нужно снять отдельный ролик по поводу этого шаблонизатора. Я просто решил в это видео это не включать. Потому что достаточно долго нудно. Но для большинства, наверное, будет не актуально. Просто все уже используют либо Jade, либо Hamel, либо какой-нибудь Mustache. То есть абсолютно большое количество handlebars, по-моему, есть. Я точно не помню, какие там есть джаваскриптовые шаблонизаторы. В общем, нет смысла об этом говорить. Это не очень универсальное решение, не для всех платформ, но оно есть. Кроме этого, мы можем добавить дополнительные проекты. Файл, Zerb Foundation и Google Web Starter Kit. То есть, допустим, Zerb Foundation, если вдруг можно создать дополнительную папку Foundation Test и туда накатить Foundation версии 6. Как вы видите, здесь есть еще пятая с липсасом и с компасом. Но лучше уже использовать шестую, если вам не надо поддерживать какой-то Legacy Code из старых проектов. Можете просто чистую шестую поставить и все. Foundation Test, как вы видите, он устанавливает его. Все через Git, все через Bower. Поэтому после того, как он установит его, сейчас у меня, возможно, интернет позорит. Все, установил. Я смогу его здесь в Bower обновить. Favorites, допустим. Сейчас он мне их подгрузит. Ну, тут с интернетом, на самом деле, проблема. Поэтому... А вот, да. Все. В данный момент обновлены. С WOT Input'ом какая-то проблема с Bower'ом. То есть, даже Брайн в своих видео, в которых были, так скажем, трейлерные видео для CodeKit, он сказал, что почему-то работает именно так. Только с версией 2.0.1. Но, в общем, суть такая. Вы можете, кстати, поставить здесь Favorites для себя. Они будут синхронизироваться с настройками общими CodeKit'а. Здесь, кстати, есть краткое описание. Можно добавлять и так далее. То есть, здесь полнофункциональный Bower, на самом деле. Ну, так вот, если говорить про Foundation Test, мы посмотрим сразу Preview. То здесь вы видите простой, чистый, шестой Foundation. И, ну, то есть, на самом деле, всего лишь, так скажем, приятное дополнение. Если вдруг вы работаете с этими фреймворками, то прямо из CodeKit'а вы сможете их создать и все. Ну, и напоследок скажу, что для любителей ECMAScript 6, ECMAScript 2015, в CodeKit'е есть уже поддержка Babel. Его очень сильно просили. И вы можете выбирать пресеты. То есть, здесь прямо графическая утилита для выбора этих пресетов. Очень экспериментальный Stage 3.2.1.0. И React. Если используете React, нажмите эту гавочку, чтобы он дополнительно вам транспайлил все как надо. Большое количество синтакс-плагинов можно накатить. Как вы видите, полный фарш, короче говоря, если вы используете Babel. Поэтому я вам рекомендую CodeKit для абсолютно любых вообще проектов, начиная от небольшой верстки, закачивая большими Enterprise проектами, такими как и WebDesign. Вы видите здесь контент. 125 файлов в стиле, 12 криптов, 13 изображений, 53 other files. Это, видимо, PHP. 41 папка. Все здесь не просто так. Поэтому, да, напишите в комментариях свои вообще отзывы по поводу CodeKit'а. Будете ли вы его использовать. И если вам нужно отдельное видео по поводу языка Kit, то тоже пишите в комментариях. Если таких человек наберется хотя бы, я не знаю, 10, то уже будет, наверное, иметь смысл это снимать. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, следите за нами в соцсетях и увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok